И мы снова продолжаем наш разговор, возвращаемся к тому, на чём мы закончили. Итак, Юля, да. Да, как изменилась жизнь, да, изменилась ли. Ну, смотрите, с одной стороны, мы стараемся, конечно, всё равно жить, как и жили, но с другой стороны, она всё равно, конечно, изменилась. Не в лучшую сторону. Так, всё, начинаем. Ну, вот, скажем, да, как было и как, вот, к чему я веду? Ты сказала, что ты стала смотреть на Машу с другими глазами, как на нормального здорового ребёнка, ну, которому нужно там как-то помочь. Так вот, вот это вот твоё восприятие Маши, восприятие вот вашей семьи в целом, оно как-то отразилось на вашем образе жизни? После сеансов имеется в виду? Ну, конечно, да. Да, конечно, во-первых, это отразилось вообще на обстановке в семье, потому что это вообще, да. И здесь тоже поподробнее, тоже это интересно, что было и что стало после сеанса. То есть, что, собственно говоря, изменилось? Ну, во-первых, я конкретно, если мама нервная, да, то и вся обстановка в семье тоже нервная. Ну, это нам начало. Вот. Я стала более спокойная. Ну, не совсем уже, вот сейчас я чувствую, что я вообще просто успокоилась. Вот. А, ну, на тот момент более спокойная. И, конечно же, и дома все домочадцы тоже стали абсолютно более... Лучшие отношения стали в семье и так далее. Насчет Маши. Мы, конечно, мы стараемся везде ездить с ней, то есть, как мы ездили. Но такие активитеты, например, как кино, совместный поход, для нас это пока недоступно. Ну, есть к чему стремиться, да. Ну, вот, скажем... Ну, раньше ты о подобном и мечтать не могла, говоря откровенно. Ну, да, 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 да. Ну, и вот ситуация, скажем, да, ну, наверное, достаточно обычная, когда окружающие там, где вот вы находите, там как-то сторонятся, отворачиваются. Отворачиваются, отворачиваются детей и так далее. Судя по твоей реакции, вот, знаю, скажем, твой темперамент и так далее, твою вот эмоциональность, я думаю, что раньше до сеансов для тебя это было где-то, ну, сродни какой-то травме душевной. Ну, смотрите, Швеция немножко другая страна, да, там никто не сторонится, не отходит. Они более-таки толерантны в этом отношении. Здесь другой разговор, здесь речь идет о том, как я сама лично это все воспринимала. Вот я про это и говорю. Люди не убегали, не отходили, да, никто мне там не подходил, мамаша, что вы за маму такая. Но это свой сам, вот внутри, который сидит, вот стыд какой-то. Вот мой ребенок кричит, орет. Вот в этом плане вот такое было, да. И сравнение, вот вроде как все другие нормальные детки бегают, вот так казалось, а моя вот не играет ни с кем, кричит или... И это вот ощущение внутреннее, оно тебя... А после этого, после сеансов, оно у меня однозначно исчезло. Мне стало намного проще ко всему относиться. Вот это как раз очень важно, потому что это вот тот первый шаг, который, как бы, делают родители, делают в семье. Это ощущение, что их ребенок нормальный, полноценный. И он отличительным и другим. Вот это ощущение внутреннее, потому что, понятно, допустим, в России это немножечко жёстче, там в Казахстане, наверное, тоже, в Европе здесь немножко помягче, но ощущение внутри, особенно у людей, скажем, вот таких эмоциональных, как Юля, они, конечно, это, конечно, очень угнетает и не может не сказаться на микроклимате в семье. Однозначно, да. Вот. Теперь такой вопрос, Юль, вот, всё так хорошо, стало сеансы с Давидом, всё замечательно, вот. И когда встал вопрос, когда появились мысли о том, что надо ехать, и самое главное, почему они появились? Ну, вот смотрите, во-первых, у меня сразу, изначально, как только мне рассказали про Центр БР Давид, когда я услышала о том, что эта речь не идёт о коррекции, а идёт о конкретном исцелении, я... Одно дело услышать, другое дело проверить. Да, всё, у меня уже сразу зародились мысли ехать, это буквально сразу. Потом я начала разговаривать с другими девочками, которые ездили, некоторыми, точно так же, то есть это только укреплялось. А после того, как я поговорила с Давидом в первый раз, на меня это такое огромное впечатление произвело, того, что я могу до сих пор об этом рассказывать долго, что я сказала, всё, это 100%, мы едем, однозначно. И домашние поддержали. Да, да, сразу. Замечательно. Вот это как раз то, что в идеале, в общем-то, должно быть, потому что, ну, трудно бороться маме с, вот, скажем, да, с мыслью о том, что вот ребёнок требуется какая-то помощь и так далее, плюс ещё семья не поддерживает, это, конечно, гораздо тяжелее, так что Юра в этом плане, ну, это её выбор, поэтому, вот, и даже не повезло, а так должно было быть. Вот, и вы вот собрались, приехали, ну, и так, традиционный такой вопрос, наверное, да, кстати, прежде чем ты задам традиционный вопрос, вот такая мысль родилась, вот, скажи, пожалуйста, начали сеансы с Давидом, а, ну, почему ехать, может быть, исцеление и появилось бы после сеансов, ну, пусть немножко дольше, зато дома. Ну, вот, смотрите, во-первых, если такие чудеса происходят на расстоянии, да, что же происходит здесь? То есть любопытство. Ну, то есть оно просто, как мы, для меня лично, значит, логично должно быть лучше намного. Во-вторых, мы же знаем, что в центре сеансы проводит только Давид один, а в центре БР Давид работает целая команда, вот, поэтому... То есть это было сознательно, опять же, да, это был не порыв, это были не эмоции, вот всё, там, поклоня чемоданы вперёд, вот это было осознанное, осознанное понятие, что, да, это действительно необходимо. Ну, и вот теперь наш традиционный вопрос, вот, первый раз в Израиле, да, вот, какие ощущения, когда вы вошли с самолета, и какие ощущения, когда вы, вот, перешагнули порог центра, вот, как, что, что внутри? А, ну, когда вы, ну, я, конечно же, нервничала, вот, это, вот, я перепутала. А чего нервничать, ты же осознательно? Да, 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 ну, я всё равно переживала, так что, вот, ну, когда мы только, да, вот, там Давид открыл дверь, ну, это тепло, это огромное тепло, тепло от Давида, тепло от Юсефа, мы их первых встретили, да, вот, ну, всё, я сразу же расслабилась, нет, ну, это просто-таки очень... Ушло волнение, да, ощущение от Израиля, как, вот, от, ну, говорят, да, святая земля и так далее, и так далее, как подействовало, есть ли, вот, какой-то внутренний посыл, внутреннее ощущение, что Центр Бэр Давид неслучайно находится в Иерусалиме, вот, вот это ощущение, да, 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 вот, расскажи, как, как это вот внутри ощущается, у тебя? Ой, великолепно, великолепно просто, и спасибо огромное Давиду, который предоставляет возможность съездить на экскурсии, также. Да, вот, да, вот я, пока мы делали перерыв, да, выяснилось, что в пятницу мы совершили, там, такой, ну, скажем, похода где-то, наверное, по сегодняшней погоде где-то подвиг, ну, расскажи. Нет, было как раз-то тепло, хорошо, нам повезло, да, мы ездили на Иордан, место крещения, вот, окунулись все вместе, как надо, с Машей, и такое ощущение, что прям чистыми вышли. Как Маша, вот, как Маша восприняла, она все-таки такой ребенок, который... Да, она, ну, когда заходили, она, конечно, плакала, а потом вышли из Иордана, она окунулась с головой, и она успокоилась буквально через пять минут, спокойненько лежала у меня на плечах. И как внутренние ощущения, вот, что... Отличные, отлично, я вас как будто сами очистили. Надо ли это вообще, вот, не является ли это, ну, скажем, каким-то, может быть, даже не лишним, каким-то, вот, ну, надуманным, что вот, чем, лишь бы чем-то занять, да, чтобы вот... Нет, 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 абсолютно нет, это такие святые места, и большой вопрос вообще, когда-нибудь, если бы ты сам приехал и попал бы сюда, просто так, это дорогого стоит, на самом деле. Это, когда ты преклоняешься, ну, просто... То есть, когда... Это однозначно помогает, так же в исцелении, однозначно. Да, я хотел спросить, когда говорят, вот, вот здесь уже были девочки, говорили о том, что действительно, вот эти экскурсии, эти, вот, ну, походы туда, знакомства с этими местами, являются частью лечебной программы. Вот ты это ощутила на себе? Да, да, конечно, конечно. Замечательно. И вот вы здесь, ну, сколько, 10 дней, да, 2 недели? 2 недели, да. Скажи, пожалуйста, вот идет процесс, то есть ты что-то ожидала, ты понимала, что что-то должно произойти такое, что невозможно ощутить во время сеансов. Это подтвердилось, это действительно так, что появилось, что ощутило, какие изменения? Подтвердилось в высшей мере. Ну, поподробнее. Вы к высшей мере обычно приговариваете, да, немножко в другом аспекте. А здесь мы снова сделаем небольшой перерыв и продолжим об этом следующее.